СТРАШНАЯ ТРАГЕДИЯ На этом месте была вырыта огромная яма, ставшая братской могилой для 600 человек. Их расстреляли лишь потому, что они евреи. Люди не понимали, почему их убивают. Ведь они мирно жили, воспитывали детей, вели хозяйство. Трудно понять, трудно почувствовать, невозможно пережить. Но боль в сердце осталась. Эта боль пульсирует, эта боль бьется. Есть свидетели этой страшной трагедии, которые в книгах, в воспоминаниях передали нам с вами, ныне живущим, эту страшную боль. Почти все еврейское население города расстреляли. Те немногие, кто выжил, не смогли дальше жить на этой земле. Остались лишь пустые дома и улочки. Сейчас родные погибших и выходцы из этих мест часто приезжают, чтобы вспомнить и поклониться своим предкам. 15 августа для них особый день. Сегодня вспоминать те страшные события без слез невозможно. Дети звали из могил и кричали «мама», «папа», а сверху валились трупы. И вот раненые люди пытались выбраться по трупам. Яма смерти еще долго шевелилась. Из нее несколько дней доносились крики и стоны. Но туда никого не подпускали. Сегодня, спустя семь десятилетий, невинно убитых на месте казни почтили минутой молчания. Возложили цветы на каменные плиты. Зажгли лампадки и прочитали молитву. Пройти сквозь ужасы Холокоста и остаться в живых посчастливых единицах. И среди них житель Пагозавородска, Исхак Южук, сделавший очень много для того, чтобы память о Пагозавородске была всегда в обелисках, книгах и памяти людей о многих поколениях. По инициативе и активном участии Михаила Южука были поставлены в 1990 году памятники на всех местах массового убийства евреев. Наша святая обязанность сохранять и уковечивать память о погибших. В районе 86 памятников той страшной войны. Государство делает все возможное, чтобы сохранить и благоустроить их, чтобы была светлая память о погибших той войны. Возле обелиска в центре деревни прошел митинг. Возложили венки, зачитали имена погибших земляков. Жители деревни вместе с гостями минутой молчания почтили их память. Прошли годы и уточнились еще фамилии, поэтому возникла необходимость внести их и увековечить память их на этой доске. Сохранить память, донести имена всех, кто погиб во имя нашего будущего до следующих поколений – наш человеческий долг. Именно именем. Продолжение следует...